Я живу в Домодедове. Сразу после перелетских событий мы сделали заявление и просто три цифры, которые из официальных документов. Официальные документы управления внутренних дел в Домодедово. За 2013 год рост преступлений среди неместных граждан 40%. Каждое четвертое преступление на территории городского округа неместные граждане. Так они в документах. Это один факт. Это в январе, когда опубликовали, мы сделали заявление. Никакой реакции. В мае месяце узнаем, что наши работодатели сделали заявку, значит, и комитет по труду в Московской области обобщил. Значит, 34 тысячи иностранные рабочие силы требуются при населении 142 тысячи. Тоже сделали заявление. Вы вообще, что там? Работодатели. Куда такую толпу надо? Вы расскажите. Где эти рабочие места? Тоже никакой реакции. Ну и третья цифра, которая тоже задумывается. Задумаешься. За 2012 год, значит, умерло от передозировки 42 человека, а средний возраст 26 лет. Я связался с ребятами из боевого братства. Сколько у нас погибло земляков в афганской войне, чеченских компаний? 20 человек за все эти годы. Тут за 2012 год 42 человека. Это чтобы просто понять. Поэтому вся Россия, во что и Гирилёва, где прорвёт этот вопрос? Ну это как бы эмоции. Значит, уже переходя к теме. Да, нет миграционной политики. И можно бесконечно об этом говорить. И у них нет. Нет демографической политики. Можно бесконечно говорить. И у них нет. Нет политики борьбы с преступностью. И этот список можно продолжать бесконечно. Значит, я этим не буду заниматься. В 2004 году в Академии Госслужбы был большой форум. Два дня. Значит, угрозы опасности национальной безопасности. Значит, присутствовали там и ФСБ, ФСК, Совет Безопасности. Значит, ну короче, все присутствовали. Значит, все первые, вторые лица. Все это обсуждаем. Значит, мы когда наша очередь дошла, там уже, ну не на пленарном, а на секции, очень простую визу сказать. Главная угроза безопасности России не в этом, что вы говорите. А в том, что у нее нет своей собственной долгосрочной стратегии развития России. Не стратегии развития. Не знаем, куда плыть. Кругом угроза и опасность. Ну, кругом угроза и опасность. Поэтому, первый вывод, который заключается из всех наших обсуждений, в рамках вот той политики, которая проводится, никакая миграционная вопроса не может быть решена. Ну, просто не может быть решена. Они делают из нас, из России, хоспис. Что-то там у вас потяжелело, мы сейчас укол сделаем. И полегчают. Но то, что, так сказать, конец будет обреченный, так сказать, это вот нам гарантируют. Поэтому, значит, первое, мы должны ставить вопрос не только смены правительства и оставки правительства Медведева, но и разработки и реализации цивилизационного проекта развития России. Россия и цивилизация. У них должен быть свой цивилизационный проект, свое место в мире. Так сказать, нам их богатства не нужны, но и, так сказать, мы будем обустраивать свою территорию, наши предки. Но если мы с этим пойдем, сейчас-то что делать? Вот случилось, завтра еще где-то. Что делать люди? Что мы им скажем? Сейчас вот мы разработаем проект, сменим правительство и в конце концов все благоустроится. А вы сидите и ждите. Ничего подобного. И здесь тоже есть ответ. А ответ такой, ну, прозвучало уже выступление, что если бы население, там, в данном случае, Бирюлево было бы, так сказать, соорганизовано, оно могло бы противостоять. А так, оно рассыпано. В свое время Сергей Георгиевич Карамузак выпустил такой фундаментальный труд, называется «Демонтаж народа». Вот за 20 лет произошел демонтаж народа. Все, так сказать, распылены. Не знают, кто там на площадке живет. Понимаете? Это проблема. Не они сильны, там, вся их толпой, а мы слабы. Поэтому, если позитивно мыслить, как сделать так, чтобы мы были сильны. А если мы будем сильны, нас 8% при всех этих многонациональностях, порядок наведем. И все будет нормально. И здесь тоже есть ответ. Ни каких, там, вы думаете, что-то надо. Берем статью Конституции, третью. Источник власти, народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно. А как это непосредственно? Вкрывание 131-й законов, общих принципов местного самоправления. И там есть некие формы. Да, эти формы, так сказать, на месте, они блокируются, они выхолачиваются. Но юридически, законодательно, есть эта форма. И вот мы разработали проект и реализуем там, где можно. Как это называется? Народовласть. Вот представьте себе, помечтаю. В каждом доме совет дома. Микрорайон, совет микрорайона. Там муниципалитет, совет муниципалитета. Мы здесь живем. А что у нас? Кто это у нас в доме живет? Воду льют непонятно кто. Бардак какой-то. Пойдем проверим, паспорт наряжим. Мы здесь живем, мы хозяева. Да, проверили, оказывается, прописан один, а живет 20. И пошло, то есть появляется хозяин в доме, в микрорайоне. Что здесь, что это за база такая? Ну-ка давайте. Нас-то не купишь всех. Всех же коррупируют. Чиновников коррупируют же. А нас-то не берут, мы здесь живем. И пошло, и пошло. То есть тогда возникает вот тот самый политический субъект, так сказать, народовластный, который может спросить. С депутата, с чиновника, с милиционера. И так далее. Так сейчас он отмахнулся, написал, что отмахнулся. А так сегодня и отмахнулся. Завтра, после того, собирается самоуправление. То ты свои обязанности не выполняешь. Нам такие нежные. Чиновники, милиционеры. Идти работать на базу, если тебе нам больше нравится. А нас мы других назначим. Народных милиционеров, а милиционеров. Народных чиновников. И так далее, и так далее. Поэтому, значит, и вот очень важный момент, что как раз идея народовласти, она объединительная. Берем православных, да? Есть там у них целый труд. Народная монархия. То есть при централизованной власти сильной. А народная демократия, народная монархия. В России там земство было. То есть они тоже вообще-то совпадают. Националисты намаживают. Россия и русскую власть. Но если мы реализуем вот такую представительную систему. Если 80% русских, так оно и будет. Есть у нас там домодетные 2000 татар. Ну и будет у них представитель. Пусть он достойный. А представляет остальные местные русские. А уж я не говорю про коммунистов. Советская власть, так сказать, это вообще стержень по всей идее. Не будет советской власти, власти Совета, выстроенной снизу. Ничего не будет. Завершая свое выступление. Значит, понятно, что мы, так сказать, все констатируем. А если позитивный ответ. Первое. Конечно, цивилизационный проект развития России. Надо знать, куда плыть. И там все это будет. Какая миграция? Нужна, не нужна? То есть там это будет частный вопрос в общей, так сказать, замысле. А второе конкретное. Это вот реализация народовласти. И здесь, в принципе, нам не надо ничего ждать. То есть все законодательно более-менее есть. Какие-то, может быть, поправки можно нести, а в целом. Но не хватает вот организационного потенциала. Мы даже встречались с этими активистами из Бирюлево. Ну давайте вот на вашем Бирюлево отработаем модель. Вас-то уже прижало. Вы-то уже активизируете. Давайте проведем в течение месяца, можно сформировать. Если не во всем Бирюлево, там, ну какой-то части Бирюлево. Вот так вот. Делайте как. И все будет нормально. Но здесь сталкивались с чисто психологическими. То есть нам легче эмоционально встать, что-то потребовать. А это вот сильно каждодневная такая вот работа. Я скоро своя наистое студенчество, я кончал в МИФИ, жил в общежитии. Никогда у нас там милиции нет. Ну никогда милиции не было. В общежитии был. Значит, бабушка сидела, проверяла паспорта. Значит, был комендант, который занимался в хозяйстве. Был студсовет, который занимался в организме, ну, про культурную работу. И был оперотряд, отделение, как раз в оперотряде было. Откуда все и пошло. И мы там паспортные рейды проводили, проверяли. И все. Документы в ректорах, комитет комсомола. Милиции там делать нечем. Что нам придет, они что-то не знают. А мы все так же и здесь. Если советы будут, так, народные дружины, мужики, там, ветераны, эти всякие бойни. Идите-ка вечерком прогуляйтесь, так сказать, по вяточками посмотрите. И все. Появится хозяин, и все остальные будут сидеть и ждать. И уже завершая свое выступление, время я исчерпываю. И, значит, просто один пример. Однажды тоже там, обожается, там, торговец. И начал все-то уже там, пальцы расстрелять. У себя в микрорайоне, где я всю жизнь прожил. И он, значит, мне, жена, прихожу вечером. Жена говорит, там уже, значит, милицию, местную милицию. Вот это можно торговать, нет. Меня, опять, вот так, взбудораживаю. Иду в следующий раз, он там стоит. Я говорю, только иди сюда. Ты, говорю, здесь уже начинаешь руководить. Кому можно торговать, кому нет. А он же не знает, кто я, чего там будет. Я говорю, знаешь, чем кончится? В один прекрасный момент посадим вас товарные вагоны. И на свою родину отправим, если вы так будете. На нашей земле жить. И все, он присел, кто, чего. А представим себе, система такая будет. Все нормально, все хорошо. Поэтому все в наших силах. Мы тоже делаем, раз, делаем, два, делаем, три. Документы есть. Надо только собрать вот эту силу. Спасибо. 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 Продолжение следует...